Субтитры создавал DimaTorzok По мнению женщины, ярмарка удалась и предложений о работе немало, однако существует большое «но». Можно как-то что-то требовать от работодателя. Если человек сам не подготовлен, он пришел не знает зачем, у него нет языка, у него нет профессии, у него нет опыта работы, и уповать на кого-то на что-то – это наша русская авось. Сегодня ярмарку труда посетили сотни человек из разных уголков страны. Большинство пришедших не только безработные, многие ищут лучшее место с более высокой заработной платы или лучшими условиями труда. А кто-то просто, как говорится, перестраховался и заранее посмотрел, что предлагает рынок. Я первый раз на подобного рода ярмарках. Дело в том, что у меня уже есть работа. Но, конечно, присмотреться всегда нужно. К тому же сейчас работаю не по специальности. Очень понравилась возможность людей общаться напрямую с будущими работодателями. И этот разговор очень много дает для обеих сторон. Ну а чьи-то родственники очень нуждаются в поддержке. Например, Евгения в данном случае решила позаботиться о судьбе матери. Она специалист в области красоты. И при этом уже порядка двух лет не может найти для себя ничего подходящего. Во всяком случае, они весьма активны и не отчаиваются. Да, здесь очень много интересного мы посмотрели, можно послушать. Там даже учат, как СВИ составляют для тех, кто не имеет. Очень много, что интересно. Думаю, возможно найти. Наталья, заглянувшая на ярмарку, просто настоящий полиглот. Говорит на нескольких языках, знает бухгалтерию, но при этом уже восемь месяцев стоит на учете в кассе по безработице. И вот на нынешней ярмарке, похоже, нежданно, негаданно. А счастливила новой работой не себя, самого близкого человека. Ощущение по ярмарке очень хорошее. Я хочу сказать, что я была на такой же ярмарке в апреле месяце. И поэтому проблема поиска работы стоит и на сегодняшний день. Область, в которой я ищу работу, как бы здесь не представлена, но и тем не менее информация здесь достаточно полная. Была информация из зарубежных стран, и я искала работу не только для себя, но и для супруга. И то есть информация, сайты, информационные листки, все, что можно, я даже получила. Даже для мужа получила больше, чем для себя. Да, я хочу сказать, да, все объяснено. Потому что, как бы, вот я говорила на трех языках, и на трех языках отвечали. Вот, и даже там, где были иностранные фирмы, то, что я искала для супруга на английском языке, все было очень хорошо. Более десятка стран предлагали жителям Эстонии свои услуги по трудоустройству. И, по словам организаторов, некоторые пришедшие на ярмарку в течение буквально получаса получили хорошее место работы, да еще и за рубежом. Конечно, многие пришедшие жаловались на ограниченное количество мест для русскоязычных. Правда, честно признавались при этом, что эстонским языком они владеют на низком уровне, а английского и вовсе не знают. Тогда тут шансов действительно немного. Екатерина Плехова, Рихо Пресс, Первый Балтийский канал.